Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 июня и хотя я сегодня весь день занимаюсь подкормками и снимаю видео о подкормках, о различных, об органических, о минеральными удобрениями, о выпрыскиваниях, но вот прочитав вот этот комментарий Инны Яковенко, я решила все-таки отойти от темы и снять совсем на другую тему небольшой видеоролик. Она пишет, здравствуйте, а чего вы не показываете грядку-ленивку? Какое у нее расстояние? Я в этом году тоже сделала ленивку и мне хочется с вами растить вместе. Я начинающий, работающий огородник. Я ей написала, в этом году ленивки нет, всех лежачих подняла. И вот для Инны и для всех, кто интересуется грядками-ленивками, я сейчас расскажу, почему я подняла в этом году всех лежачих томатов. То есть по принципу посадила-забыла, в лежачем варианте у меня нет, но вы можете посмотреть видео прошлых лет. Грядка-ленивка это, конечно, очень хороший вариант для работающих огородников. А почему я подняла своих тяжелобольных лежачих, я сейчас вам расскажу. В прошлом году у меня было две грядки-ленивки. Одна была прямо вот здесь, а другая там в тени от дома. В этом году я все вот эти, которые были лежачие, все подняла и буду выращивать с привязкой колу. Почему я это сделала? Я сейчас расскажу. Я не разуверилась в выращивании на ленивках. Я по-прежнему считаю, что это наилучший вариант для тех огородников, занятых, работающих. И при правильном подборе сортов, вот таких вот, особенно которые не индотерминатные, а которые вот такие вот, ну которые позволяют себе выращивать и загущенные, и люжа, идеальный вариант. Но у меня, как всегда, вот эта вот пресловутая экономия места, вы понимаете, что если бы он был высажен на грядку-ленивку, с учетом, что он лежа, то между ними пришлось бы оставлять расстояние больше. Это ясно, что эти томаты будут занимать место больше в высоту, вот это пространство свободное, которое совершенно, можно хоть сколько в высоту расти не хочу. А та территория, которая вот в длину, которая дорога и которой всегда мало, она здесь будет свободна. И высадив их стоя с подвязкой, я имела возможность там еще сделать рядок капустки. Вот то место, где они расползлись бы как раз, там будет расти капуста. Это, конечно, и еще один немаловажный фактор, что у меня же нынче есть помощница, Катюша, и из-за чего я высаживала много грядок-ленивок, две ленивки-грядки, потому что я просто-напросто не успевала втыкать колья, подвязывать, ухаживать за ними, потому что вот так вот в коловой культуре, ну или на шпалерах, они же требуют больше ухода, чем на грядках-ленивках. На грядках-ленивках, поэтому и называем, посадил и забыл, только полив. Ничего кроме полива я не делала. А раз мы сегодня, ой, в этом году вдвоем, все-таки я надеюсь, что вдвоем же мы больше сделаем, в общем, я одна все эти годы делала, я решила, что всех лежачих поднять, все будут у меня в стоячем положении, все будут с подвязкой, потому что я все-таки надеюсь на помощь помощницы своей, и поэтому у меня в этом году не будет ленивок. И еще один немаловажный фактор, у меня же в этом году очень много новых сортов семян, всякие на сайте я купила, вот эти редкие коллекционные, и захотелось побольше их впихнуть, поэтому пришлось лежачих поднять, на свободные места высадила новые сорта, все это для того, чтобы мы летом увидели все эти сорта во всем великолепии, постаралась впихать больше. У меня муж, вот когда вчера или позавчера спрашивал, ну вы хоть посчитали, сколько вы высадили, я говорю, да некогда, еще даже не считали, я не могу все их никак пересчитать, но стараюсь везде, в любые свободные места впихнуть хоть один новый, вот такой, какой-то диковинный сорт, поэтому нынче лежачих томатов у меня нет, все будут стоять. Но есть прошлогодние видео, есть позапрошлогодние видео, прям набирайте у меня на канале, там где поиск с лупой, набирайте грядка ленивка, и вам поднимутся все видео прошлых лет, потому что с этого года, скорее всего, ленивок у меня не будет, у меня будет только в ленивом варианте всего 5 штук, там за оградой я посадила томаты.